Добрый день, уважаемые коллеги! Итак, вопросы применения профессионального стандарта педагог профессионального обучения, профессионального образования и ДПО в управлении педагогическими кадрами на уровне организации. Данный документ разработан именно в части применения профессионального стандарта в управлении педагогическими кадрами. Дело в том, что вопросы применения профессиональных стандартов при разработке профессиональных образовательных программ на сегодняшний день более-менее освоены и на федеральном уровне, и на уровне региональном. Что же касается вопросов применения данного профессионального стандарта в сфере трудовых отношений, в управлении педагогическими кадрами, то именно здесь возникает достаточно много вопросов. Именно поэтому и были разработаны данные методические рекомендации, ориентированные на руководителей и кадровые службы профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования. А также иных организаций, которые реализуют образовательную деятельность, в частности образовательную деятельность по программам профессионального обучения. Что касается применения профессионального стандарта именно в сфере управления кадрами, то здесь надо обратить внимание на Трудовой кодекс Российской Федерации. Эти вопросы рассмотрены в 195 статье 195.1, 195.2 и 195.3. Трудовой кодекс приведен в новой редакции, которая вступила в силу с 1 июля 2016 года. Я обращаю ваше внимание на статью 195.3, она здесь помечена цветом, именно потому, что в этой статье сделаны основные изменения, более того, эта статья введена в Трудовой кодекс 195.3, которые нас касаются. Итак, статья 195.3 говорит о том, что если Трудовым кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены требования к квалификации, необходимые работнику для выполнения определенной трудовой функции, то в части указанных требований применение профессионального стандарта работодателями является обязательным. Безусловно, возникает вопрос, а по отношению к педагогическим работникам такое требование к квалификации установлено или нет? И здесь мы, безусловно, обращаемся к нашему основному закону, закону об образовании в Российской Федерации. И видим, что такое требование установлено статьей 46, которая определяет право на занятие педагогической деятельностью. Я немножко выйду за пределы нашего профстандарта, рассматриваемого сегодня. И на перспективу хочу напомнить вам, что аналогичные требования установлены по отношению к руководителям образовательных организаций, а такой профессиональный стандарт сейчас находится в стадии разработки, и при его введении требования к квалификации станут обязательными. И даже к иным работникам образовательных организаций. А профессиональные стандарты, которые охватывают, описывают деятельность иных работников образовательных организаций, к которым могут относиться и лаборанты, и слесаря, и охранники, если вы не передали эту деятельность на аутсорсинг. Поэтому для вас сейчас очень важно проанализировать штатное расписание своей образовательной организации и посмотреть, есть ли профессиональные стандарты, которые можно использовать при определении требований к квалификации своих работников. Постольку-поскольку, что касается иных работников образовательных организаций, уважаемые коллеги, в тех профессиональных стандартах нет отсрочки до 1 января 2017 года. И вот применение этих профессиональных стандартов в части требований к иным работникам образовательных организаций стало обязательным с 1 июля 2016 года. Когда мы говорим о применении профессионального стандарта, безусловно, очень важно понять, каково назначение этого документа, как он устроен и как особенности устройства профессионального стандарта отражаются на его применении. Уважаемые коллеги, профессиональный стандарт, и мы с вами об этом уже говорили, является документом нового типа. В отличие от квалификационных характеристик, он описывает не должности, он описывает вид профессиональной деятельности. Причем описывает он вид профессиональной деятельности путем последовательной декомпозиции. И я думаю, что для представителей профессиональных образовательных организаций и специалистов в среднем профессиональном образовании, которые нас сейчас слушают, картина очень привычная, ясная и, наверное, возникает даже ощущение дежавю. Дело в том, что подход декомпозиции некой деятельности уже известен в среднем профессиональном образовании с момента введения в ГОС нового поколения. Но там единицей декомпозиции являлась либо профессия, либо специальность среднего профессионального образования. А здесь объектом декомпозиции является вид профессиональной деятельности. Там мы в профессии и специальности выделяли виды деятельности и затем профессиональные компетенции. Здесь вид профессиональной деятельности декомпозируется сначала на обобщенные трудовые функции, а потом каждая обобщенная трудовая функция еще раз делится на трудовые функции ее составляющих. При этом я хочу обратить ваше внимание на определение обобщенной трудовой функции, которое дано в методических рекомендациях по разработке профессионального стандарта. Итак, обобщенные трудовые функции должны выделяться с учетом сложившегося разделения труда. Сложившееся разделение труда в той или иной степени зафиксировано в номенклатуре должностей педагогических работников и квалификационных характеристик. Я думаю, что сейчас внимательные слушатели уже готовы задать вопрос. Только что было сказано, что профессиональный стандарт не описывает должности. Но мы опять возвращаемся к должностной структуре, когда говорим, что обобщенная трудовая функция должна выделяться с учетом сложившегося разделения труда. Ларчик открывается достаточно просто. В профессиональном стандарте описано типовое разделение труда, которое на уровне каждой отдельной образовательной организации может либо трансформироваться, либо конкретизироваться с учетом особенностей ее деятельности. Именно поэтому мы говорим, что профессиональный стандарт представляет из себя пазл, конструктор, в котором каждая обобщенная трудовая функция состоит из трудовых функций. Причем, обратите внимание, трудовые функции не пересекаются по плоскости, скажем так. Они соприкасаются, поскольку если бы они не соприкасались, то деятельность была бы просто-напросто разорвана. Они соприкасаются, но не пересекаются. То есть, если в квалификационных характеристиках у нас должностные обязанности часто в разных должностях повторяются, то в профессиональном стандарте, в обобщенных трудовых функциях, в трудовых функциях такого повторения нет. И ситуация, когда у семи нянек дитя без глазу, в профессиональном стандарте она просто-напросто не продуцируется. При этом, уважаемые коллеги, обобщенная трудовая функция, говоря простыми словами, это какая-то типовая должность, наиболее часто встречающаяся на рынке труда квалификация. В то же время в каждой образовательной организации собрать должность того или иного педагогического работника вы можете и иным образом, чем тот, который зафиксирован в профстандарте на уровне обобщенных трудовых функций. Правда, забегая вперед, я сразу скажу, здесь можно провести аналогию между комплексным обедом и рестораном с выбором блюд. Комплексный обед обычно дешевле. И если человек выполняет все, что в рамках ОТФ предусмотрено, это обычно дешевле, чем если вы привлекаете к работе и к выполнению трудовых функций человека, который, возможно, имеет более высокую квалификацию, но вы просите его выполнять деятельность, требующую более низкого уровня квалификации. Продолжение следует... И это типовая должность, а в профессиональном стандарте написано возможное наименование должности преподаватель. Следующая обобщенная трудовая функция – это организация и проведение учебно-производственного процесса. И здесь обратите внимание, при реализации образовательных программ различного уровня и направленности. Мы с вами прекрасно знаем, что программы профессионального обучения могут быть реализованы и в рамках программ среднего профессионального, и в рамках высшего образования, и могут быть самостоятельными образовательными программами. Этим в типовом варианте занимается мастер производственного обучения. Далее функции методического обеспечения – организационно-методическое обеспечение и научно-методическое обеспечение. И функция, связанная с организационным педагогическим сопровождением группы или курса обучающихся. Здесь соответствующей должности в настоящий момент не существует. Однако функционал кураторства, привычный функционал кураторства, освоенный, как правило, он выполняется любыми педагогическими работниками с их согласия. И здесь в профессиональном стандарте как раз это и отражается. Что получается? Резюмируем особенности профессионального стандарта. Профессиональный стандарт описывает деятельность, но не стандартизирует требования к человеку, требования к работнику, не стандартизирует ни должностные обязанности, ни требования к образованию и опыту практической деятельности, необходимые для занятия должности. Он просто определяет возможные наименования должностей, образования и опыт, которые необходимы для выполнения той или иной обобщенной трудовой функции. А требования к работнику, названия его должности, вы определяете в зависимости от тех обобщенных трудовых функций и трудовых функций, которые ему порочены. С точки зрения управления персоналом, руководителю необходимо сделать так, чтобы все трудовые функции, необходимые на уровне данной организации и описанные в профессиональном стандарте, выполнялись и выполнялись качественно. А для этого их необходимо разделить между работниками с учетом квалификации работника. Причем так, чтобы квалификация работника, как минимум, была не ниже квалификации деятельности, указанной в профессиональном стандарте. И вот мы с вами как раз подошли к вопросу об уровне квалификации. Дело в том, что пазл оказывается более сложным, пазл оказывается не плоским, пазл оказывается объемным. И в профессиональном стандарте определяются уровни для трудовых функций и под уровни квалификации. Что такое уровни квалификации? Уровни квалификации описаны в документе с одноименным названием. Этот документ описывает 9 уровней квалификации. Различия между данными уровнями проводятся по показателям полномочий и ответственности, характера умений и характера знаний. Кроме этого, в данном приказе Министерства труда описаны основные пути достижения того или иного уровня квалификации. Причем достижения не только через основное образование, но и через дополнительное образование, и через приобретение практического опыта работы. Таким образом, если мы, например, с вами посмотрим на СПО программы подготовки квалифицированных работников, мы увидим, что они соотнесены с четвертым и пятым уровнем квалификации. Это означает, что по окончании данной программы выпускник у нас с вами, скорее всего, должен хотя бы зацепиться за грань четвертого уровня квалификации, за нижнюю грань. Безусловно, совершенствование возможно и внутри уровня. И именно в связи с этим в нашем профстандарте введены под уровни квалификации. Но дальше, по мере приобретения опыта работы, по мере повышения квалификации, он может перейти и на пятый уровень квалификации. В привычном нам терминологии мы бы говорили, он может выйти на повышенный разряд, на высокий разряд, стать рабочим высокой квалификации. Собственно говоря, то же самое касается и всех остальных программ. Кроме этого, в профессиональном стандарте по каждой обобщенной трудовой функции указываются, еще раз напоминаю и делаю акцент, возможные, коллеги, не обязательные, а именно возможные наименования должностей, требования к образованию и к обучению, к опыту практической работы, особые условия допуска к работе, устанавливается связь с действующими классификаторами, такими как общероссийский классификатор занятий, единый квалификационный справочник и общероссийский классификатор специальностей по образованию. Далее, в профессиональном стандарте дается характеристика каждой трудовой функции, входящей в обобщенную трудовую функцию. Как она строится? Во-первых, осуществляется следующий этап декомпозиции, перечисляются трудовые действия, составляющие трудовые функции, и описываются необходимые для ее выполнения умения и знания. Ну а теперь, собственно говоря, к ключевым вопросам. Итак, как же можно использовать профессиональный стандарт при планировании потребностей в кадрах и определение должностных обязанностей конкретных педагогов? Кроме этого, и в последнее время стали много говорить о том, что важно не только разделить должностные обязанности, но и организовать взаимодействие педагогов, которое, безусловно, повысит эффективность педагогической деятельности и каждого работника, и организации в целом. Итак, вспоминаем еще раз. Профессиональный стандарт не описывает должность. Профессиональный стандарт дает перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций. Каждая образовательная организация имеет свою специфику. В профессиональном стандарте описана деятельность не только в среднем профессиональном образовании, но и в профессиональном обучении и в высшем образовании. Речь, конечно, о педагогической деятельности. И тогда на первом этапе необходимо выбрать те обобщенные трудовые функции и трудовые функции, которые соответствуют реализуемым в образовательной организации программам. С одной стороны, и с другой стороны, те трудовые функции, которые необходимо выполнять организации, и те трудовые функции, которые поступают извне, например, научно-методическое профориентационное обеспечение, частично может поступать в образовательную организацию извне. И тогда необходимо скорректировать требования профессионального стандарта, выбрать то, что необходимо вам. После этого необходимо понять, все ли трудовые функции, выполнение которых нужно, обеспечены педагогическими кадрами в полном объеме. И достаточно ли квалификации педагогов для выполнения данных трудовых функций. Давайте попробуем и сделать это с вами. Итак, обобщенные трудовые функции, преподавания и организации проведения учебно-производственного процесса. Безусловно, для тех, кто реализует и программы подготовки квалифицированных рабочих служащих, и программы подготовки специалистов среднего звена, это востребованные обобщенные трудовые функции. При этом в настоящее время сложилась такая практика, что в некоторых образовательных организациях преподавателям в том числе получается и работа, связанная с организацией учебно-производственной деятельности. А мастерам производственного обучения поручается преподавание каких-то предметов. При этом возможны два варианта. В зависимости от того, какой объем у вас будет преподавания и организации учебно-производственного процесса, в принципе, вы можете оформить человеку как совмещение должностей, так и можете не оформлять совмещение должностей, при том, что недельная нагрузка у него будет соответствовать всем нормам и требованиям. Итак, вы можете преподавателю включать трудовые функции из типового мастера производственного обучения, то есть функции по организации проведения учебно-производственного процесса. И мастеру можете выдавать нагрузку, связанную с преподаванием предметов, в том случае, если они могут это делать, если они готовы к такой работе, если они имеют соответствующую квалификацию. Следующая обобщенная трудовая функция – это деятельность по кураторству. И здесь мы с вами уже про это поговорили. Эта функция включается в должностные обязанности либо преподавателя, либо мастера производственного обучения. Обратите внимание, все данные обобщенные трудовые функции отнесены к шестому уровню квалификации. Но вот под уровни квалификации разных трудовых функций различаются. Вообще в профстандарте, в нашем рассматриваемом профессиональном стандарте, использованы три подуровня квалификации. От первого минимального до третьего максимального. И они дифференцируют сложность ответственности наукоемкость деятельности в рамках одного уровня квалификации. Я думаю, что все вы согласитесь с тем, что разработка и обновление программно-методического обеспечения является более сложной и ответственной наукоемкой деятельности, чем просто проведение учебных занятий. Это положение, в общем, практически все эксперты при оценке подуровня квалификации отнесли абсолютно одинаковую точку зрения, имели, сказали, что это действительно более, функция выполнения этой функции требует более высокой квалификации. Это у нас с вами и отражено в профессиональном стандарте с использованием подуровня квалификации. И дальше я сразу сейчас отвечу на очень часто задаваемый вопрос. Коллеги, с одной стороны, он не имеет прямого отношения к профессиональному стандарту. Дело в том, что, несколько иными словами, но разработка программно-методического обеспечения как функционал мастера и преподавателя, они были зафиксированы и в квалификационных характеристиках. Но очень многие руководители задают вопрос, что делать, если вот так оказалось, что должностные обязанности моих работников не акцентируют внимание, не включили разработку программно-методического обеспечения в должностные обязанности. И все бы было ничего, но не включили, не включили, но отказываются мастера производственного обучения разрабатывать программы. А с одной стороны, это очень хорошо, грамотные люди знают, что если у них это не написано в должностных обязанностях, то они имеют право отказаться. Что же в этой ситуации делать, коллеги? Ну, прежде всего, возникает хорошая идея изменить должностные обязанности. Безусловно, это сделать можно, но если мы прочитаем трудовой кодекс, то, может быть, мы немножко и огорчимся. Дело в том, что все, что касается выполняемой трудовой функции, то есть того, что поручено работнику, изменению подлежит только с согласованием я с самим работником. То есть ваш работник должен подписать изменения в трудовом договоре или изменения в должностной инструкции в части, связанной с поручением ему новых обязанностей. Другого варианта у вас просто-напросто нет. Но есть механизмы, которые не относятся, коллеги, к административным механизмам. И новая система оплаты труда как раз и позволяет стимулировать к выполнению данной деятельности. Мы с вами видим, что под уровень квалификации у данной деятельности по разработке и обновлению программно-методического обеспечения второй, то есть более высокий. По сути, это является сигналом к тому, что труд более высокой сложности, более высокой ценности должен оплачиваться выше, чем, соответственно, труд более низкой квалификации. И тогда введение либо стимулирующих выплат, либо повышение базовой ставки заработной платы человеку, который занимается методической деятельностью в сравнении с тем работником, который это не делает, безусловно, будет таким мягким стимулирующим механизмом, который позволит выполнять данную трудовую функцию в полном объеме, необходимом для качественной реализации программ. В то же время, еще раз хочу подчеркнуть, даже закон об образовании у нас с вами говорит о том, что педагогический работник имеет право участвовать в разработке образовательной программы, но имеет право, соответственно, и не участвовать. И тогда имеет право работать по разработанным программам, по разработанным учебно-методическим материалам. Следующий функционал, описанный в профессиональном стандарте, это функционал, связанный с методическим обеспечением. И на сегодняшний день в большинстве образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, безусловно, есть позиция должностная, связанная с организационно-методическим обеспечением реализации образовательных программ. Должностная позиция методиста. Что касается научно-методической деятельности, то далеко не каждая отдельная профессиональная образовательная организация должна ею заниматься. И действительно, научно-методическое обеспечение, как то учебники, в ГОСы, примерные программы, должно поступать в образовательную организацию извне. В большинстве случаев. И его разработкой занимаются либо какие-то научно-методические структуры, либо ресурсные центры, крупные профессиональные образовательные организации, которые работают не только на себя, а на сеть организаций в регионе. Хочу обратить внимание, что в профессиональном стандарте организационно-методическое обеспечение соотнесено с возможным наименованием должности методист, а научно-методическое с возможным наименованием должности старший методист. И здесь сразу возникает вопрос. Должен ли я всех своих методистов и старших перевести просто в методисты при появлении профессионального стандарта? Коллеги, нет, не должны. И так дано возможное наименование должностей, которое в том числе отражает и уровень той деятельности, уровень квалификации той деятельности, которую человек выполняет. Вы видите, что для организационно-методического обеспечения это шестой уровень, третий подуровень, а для научного методического обеспечения седьмой уже уровень, третий подуровень. Из девяти возможных, я акцентирую ваше внимание. Но при этом вы можете иметь старших методистов, которые будут выполнять, будут заниматься в организации организационно-методическим обеспечением. Профстандарт приводит возможные наименования должностей и список там не исчерпывающий. Кроме этого, в профессиональном стандарте описана деятельность по проведению профориентационных мероприятий. Деятельность абсолютно необходимая, обеспечивающая качество набора наших с вами студентов. Но при этом понятно, что этой деятельностью вряд ли педагог, преподаватель, мастер производственного обучения или методист будет заниматься ежедневно. Это первое. И второе. Понятно, что этим, скорее всего, будут заниматься далеко не все ваши педагогические работники. И это, опять-таки, повод для обращения к должностным обязанностям. У кого-то такая должностная обязанность может быть указана, у кого-то она указана, но в результате в нагрузке ее нет, она не выполняется. И в этом случае наиболее рациональный подход, как показывает опыт регионов, стимулировать участие в профориентационной деятельности мастеров и преподавателей, связан с назначением соответствующих стимулирующих выплат за такую деятельность. И, соответственно, отсутствие выплат при отсутствии такой деятельности. Таким образом, резюмируя вопросы использования профессиональных стандартов при разработке и актуализации штатного расписания должностных инструкций и налаживании взаимодействия с преподавателей и мастеров производственного обучения друг с другом и с методистами, необходимо сказать о том, что пазл надо собрать на уровне образовательной организации, обеспечить выполнение всех нужных трудовых функций и обеспечить это выполнение качественно. Причем под уровень квалификации и уровень квалификации для вас является очень серьезным сигналом. Скорее всего, человек, который только что получил документ об образовании, не сможет качественно выполнять все ту же разработку программно-методического обеспечения. И тогда очень важно сделать так, чтобы программы, планы занятий, учебно-методические материалы, в том числе оценочные средства, были подготовлены качественно. И если выпускник, а может быть и не выпускник, а просто человек, который пришел к вам с производства, сделать это сам не в состоянии, а на перспективу это очень нужный специалист, надо организовать взаимодействие через наставничество, либо через работу методической службы, либо через структуру кафедральную или более привычное вам название, предметно-цикловые комиссии есть, которые помогают и поддерживают работу вот этого начинающего молодого специалиста. В некоторых регионах сейчас развивается практика повышения квалификации вот таких молодых специалистов, которые сопровождают вхождение в деятельность. И на таких курсах повышения квалификации, безусловно, не начитывают в очередную растеорию, а в прикладном формате обучают как раз разработки программно-методического обучения, но и, надо сказать, не только, потому что вопросы и проблемы возникают и в других областях деятельности начинающего педагога. Проведя анализ, честно ответив себе на вопросы, которые мы задавали, руководитель образовательной организации может сделать вывод о необходимости изменения штатного расписания, о необходимости направления каких-то педагогов на курсы повышения квалификации. И здесь мы затрагиваем с вами сразу вопрос применения профессиональных стандартов при организации дополнительного профессионального образования педагогических работников. Может быть, понадобится обеспечить привлечение специалистов из профильных организаций. Может быть, надо сделать ставку на молодых специалистов, организовать наставничество, о чем мы с вами уже говорили, создать рабочие группы по разработке или актуализации образовательных программ, перераспределить каким-то образом должностные обязанности, предложить оформить совмещение должностей, предусмотреть стимулирующие выплаты по тем видам деятельности, которые являются либо проблемными, либо, по сути, дополнительными, необязательными для каждого педагогического работника. Таким образом, в методических рекомендациях отражено следующее положение, что при разработке должностных обязанностей на основе профессионального стандарта можно взять за основу описание обобщенной трудовой функции в поле возможной наименования должностей, которых указана соответственная должность, соответствующая должность, скажем так, системообразующие функции, а потом добавить к ним иные трудовые функции. Или же, наоборот, исключить какие-то трудовые функции из функционала работника, если к выполнению данных трудовых функций он по каким-то причинам в настоящее время оказывается не готовым. Следующий очень важный вопрос – определение требования к квалификации педагогического работника на основе профессионального стандарта. Мы с вами уже говорили, что именно в данной части применение профессионального стандарта является обязательным. Итак, мы должны определить требования к квалификации. И для этого, прежде всего, надо понять, что же такое квалификация работника. В Трудовом кодексе под квалификацией работника понимается уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работника. Как же их определить? Вы знаете, уважаемые коллеги, я достаточно долго работаю с студентами, будущими педагогами. И когда возникает приблизительно тот же вопрос, как вы понимаете, понял ваш ученик или не понял ваш ученик, ваш студент, тему, которая изучалась? Знаете, типовой ответ студентам. Я понимаю это по глазам. Что касается квалификации работника, многие руководители тоже пытаются понять это по глазам. Дело в том, что на сегодняшний день система некой независимой оценки квалификации педагогов не просто не создана. Но надо сказать, что в принятом федеральном законе о независимой оценке квалификации в настоящее время педагогические работники выведены из-под действия данного закона в связи с тем, что существует процедура аттестации, которая как раз и определяет, соответствует квалификации или не соответствует. Правда, аттестация это несколько иная процедура, и об этом мы чуть позже с вами поговорим, но надо обратить внимание, что аттестация все-таки проводится относительно тех людей, которые уже работают. А вот при приеме на работу, как определить, при назначении на должность. И здесь мы с вами должны обратиться, опять же, к основному закону, действующему в сфере об образовании, с одноименным названием, который говорит о том, что именно документы об образовании позволяют заниматься определенной профессиональной деятельностью. Документы об образовании и или квалификации. Таким образом, при определении требований к квалификации, прежде всего, необходимо посмотреть в документы об образовании. В профессиональном стандарте требования к квалификации определены и в части опыта работника. И таким образом, кроме документов об образовании, вы должны посмотреть документы, которые фиксируют опыт работника, если в профстандарте предъявлены соответствующие требования. И общим правилом является то, что квалификация работника должна либо соответствовать, либо превышать требования деятельности, то есть тех трудовых функций, которые вы работнику поручаете. В профессиональном стандарте требования к образованию и опыту работы построены с учетом особенностей реализуемых образовательных программ и того функционала, который стоит за реализацией образовательных программ. Так, для обобщенных трудовых функций по преподаванию и по организации учебно-производственного процесса речь идет о том, что необходимо среднее профессиональное образование программы подготовки специалистов среднего звена или высшее образование бакалавриат, направленность которого, как правило, коллеги, соответствует преподаваемому курсу, дисциплину, модулю. Что означает слова «как правило»? Означает в большинстве случаев, означает, что могут быть исключения. И если мы посмотрим в требования к опыту работы, то мы увидим, что там написано «обязателен опыт работы либо в области профдеятельности, либо соответствующий преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплину, модулю». Он обязателен, и здесь полное соответствие с авгозами, для преподавателей профессионального цикла, и он обязателен для тех педагогических работников, которые не имеют профильного основного профессионального образования. И тогда на стыке мы получаем, что нас с вами специалист может иметь либо только профильное образование, либо может не иметь профильного образования, но для него обязателен соответствующий опыт работы. Что касается дополнительного профобразования, программы профессиональной переподготовки, они закрывают требования профильности образования. И наличие строки «дополнительное профессиональное образование», «профессиональная переподготовка» не означает, что каждый специалист, имеющий основное, среднее профессиональное или высшее образование, должен еще и пройти программу профессиональной переподготовки. Эта строка описывает вторую траекторию освоения квалификации. Если у человека нет профильного образования, если у него нет опыта деятельности, то он будет соответствовать требованиям квалификации при прохождении соответствующей программы профессиональной переподготовки. Кроме этого, в профессиональном стандарте указывается, что при отсутствии педагогического образования необходимо дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования или профессионального обучения. При этом указано, что такая программа может быть освоена после трудоустройства. И по этому поводу, опять же, возникает достаточно много вопросов. Все ясным становится при открытии статьи про дополнительное профессиональное образование в Федеральном законе об образовании. Прежде всего, в дополнительном профессиональном образовании выделяют программы профессиональной переподготовки и программы повышения квалификации. Отсюда отнюдь необязательно всех, не имеющих основного педагогического образования или профпереподготовки в области педагогического образования отправлять на профессиональную переподготовку. В соответствии с трудовым кодексом, и чуть ниже такой слайд будет, потребность в дополнительном профессиональном образовании определяет работодатель. И именно руководителям образовательного учреждения, которые выполняют функции работодателя, как раз и поручено определить, какому-то специалисту, безусловно, нужна профпереподготовка педагогическая, а какому-то специалисту нужно повышение квалификации. Причем повышение квалификации, я хочу акцентировать внимание, это курсы от 16 часов, но от 16 не означают 16 часов. И длительность программы повышения квалификации, в общем-то, может быть и более продолжительной, чем программа профессиональной переподготовки. У них назначение несколько иное. В первом случае уровень квалификации не растет, это переподготовка в рамках имеющегося уровня. А программы повышения квалификации, они как раз направлены на профессиональный рост. И именно руководителю образовательной организации решать, какая программа нужна, какова тематика этой программы, и какова должна быть продолжительность этой программы. Безусловно, на следующем шаге возникает вопрос, а где же найти нужную программу. Но этот вопрос находится за пределами нашего сегодняшнего обсуждения. Что касается требований по трудовым функциям, связанным с методическим обеспечением образовательной деятельности, то логика этих требований ровно такая же, как мы только что с вами рассмотрели. Единственное различие связано с тем, что эти требования, безусловно, выше. Поскольку выше под уровень квалификации, а в случае научно-методической деятельности и уровень квалификации уже не шестой, а седьмой. Итак, проведя анализ соответствия или несоответствия квалификации работникам тем требованиям, которые указаны в профессиональном стандарте, вы можете столкнуться с ситуацией, когда их образование в ваших работниках или опыт работы не соответствует требованиям профессионального стандарта. Что делать в этой ситуации? Ну, вариант номер один, безусловно, привести в соответствие. Здесь я хочу акцентировать ваше внимание. Мы упоминали постановление правительства, которое регламентирует особенности применения профессионального стандарта в ряде организаций, в том числе в государственных и муниципальных учреждениях. Так вот, если вы государственное или муниципальное учреждение, то в соответствии с данным постановлением вам необходимо спланировать деятельность, которая обеспечит соответствие квалификации ваших работников требованиям профессионального стандарта и реализовать эти планы до 2020 года. Таким образом, любому проверяющему вы можете показать, что вы спланировали, я думаю, что до 2020 года тянуть не надо, и что расхождения не такие уж и значительные на сегодняшний день, но, по крайней мере, если к вам 2 января не может прийти праздники, после праздников январских приходит трудовая инспекция, вы вполне можете сослаться на постановление правительства и продемонстрировать план, который обеспечит соответствие квалификации ваших работникам требованием профессионального стандарта. Здесь, правда, есть небольшой нюанс. Если у ваших работников отсутствует нужный уровень образования, то, безусловно, они должны освоить такую программу. И вот тогда дата 2020, она становится вполне реальной датой. Постановление правительства действительно, с одной стороны, расставила все на свои места, а с другой стороны, оставила в проигрыше во многом и оставила незащищенным частные образовательные организации, поскольку для них с 1 января оказываются обязательными требования к квалификации педагогических работников. Следующее направление применения профессионального стандарта, к которому мы, собственно говоря, плавно перешли, это применение при организации дополнительного профессионального образования. И здесь мы с вами уже говорили, что педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное образование, а создание условий для того, чтобы это право было реализовано относится к компетенции образовательной организации. Отсюда, уважаемые коллеги, никто из вас не имеет права требовать от педагогических работников пройти какое-либо дополнительное профессиональное образование за свой счет. Работник имеет право это сделать. Но ставить в ультимативной форме, а такие письма мы в последнее время, к сожалению, достаточно часто встречаем, с содержанием примерно следующим. Мой работодатель сказал, что моя квалификация не соответствует требованиям профстандарта, и если я не приведу ее в соответствие, с 1 января он должен будет меня уволить. Уволить человека за несоответствие квалификации вы не можете. Вы можете уволить его только по результатам аттестации, которая заверит, что квалификация не соответствует. И на самом деле вы должны сделать абсолютно все, чтобы обеспечить работнику возможность повышения квалификации, обеспечения ее соответствия требованиям профессионального стандарта. И здесь я немножко вернусь. Первый-то путь мы рассмотрели, обеспечить соответствие, отправить на курсы и прочее. А второй путь, на слайде было представлено, это провести аттестацию работников. То есть вы, с одной стороны, планируете образование, в том числе дополнительное профессиональное образование работников, которое обеспечит соответствие квалификации, квалификации, а именно тем формальным требованиям, которые изложены в профстандарте. А с другой стороны, если ваш работник работает уже давно, а мы с вами прекрасно понимаем, что квалификация приобретается не только путем образования, но и путем практического опыта. И если ваш работник вполне справляется с возложенными на его обязанностями, то в соответствии с положением, с порядком аттестации, аттестационная комиссия может дать ему рекомендацию для назначения на должность. Даже в том случае, если его документы об образовании и опыте работы не соответствуют требованиям профессионального стандарта. И до 2020 года этот пункт закрывает вот такое несоответствие. Самый животрепещущий вопрос. Как профессиональные стандарты можно использовать при установлении системы оплаты труда педагогических работников? В частности, на языке образования это называется при разработке или совершенствовании эффективного контракта. Прежде всего, хочу обратить ваше внимание на то, вернее, напомнить вам то, что вы и так прекрасно знаете. Что эффективный контракт – это некая метафора. И за этой метафорой стоит трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности и условия оплаты труда. А также приведены показатели и критерии оценки эффективности деятельности, которые являются основанием для назначения стимулирующих выплат. Итак, поскольку эффективный контракт – это тот же трудовой договор, и поскольку в образовании сложилась и законодательно закреплена практика разработки должностных инструкций, которые могут быть либо приложением к договору, либо самостоятельным документом, то, прежде всего, профессиональный стандарт при его разработке определяется в части определения именно должностных обязанностей. И мы с вами уже говорили об этом. Все, что касается выполнения работником трудовой функции, а такие вопросы действительно были, неважно, зафиксировано оно в трудовом договоре или в должностной инструкции, все изменения обязательно должны быть с работником согласованными. То есть он должен поставить у вас подпись под соответствующим договором, дополнительным соглашением или должностной инструкцией, которая будет подтверждать, что он согласен с выполнением этих трудовых функций. Что касается заработной платы, вторая часть эффективного контракта. Если мы посмотрим трудовой кодекс, то в трудовом кодексе сказано, что система оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений устанавливается с учетом ЕТКС, ЕКС или профессиональных стандартов. Таким образом, в части установления системы оплаты труда профессиональный стандарт является одним из документов, который может использоваться при разработке этой системы оплаты труда. Обязательство обязательно с 1 января использовать профессиональный стандарт не предусмотрено. Если вы работали при установлении системы оплаты труда по квалификационному справочнику, а по квалификационному справочнику по одному это сделать очень сложно, поскольку уровень характеристик он не содержит, и вы, безусловно, добавляли информацию о профессионально-квалификационной группе и квалификационном уровне из одноименных приказов Минздрав соцразвития, и если эта ваша ситуация вас устраивает, то, собственно говоря, вы можете не использовать профстандарт. Хотя мне кажется, что использование профессионального стандарта в данном случае позволяет сделать систему оплаты труда более прозрачной, больше того, более справедливой. Дело в том, что если мы посмотрим на квалификационные уровни по профессиональным квалификационным группам, там работники, как мне кажется, порой оказывались педагогически недооцененными. Самый выдающийся пример связан с тем, что педагогу дополнительного образования, а такие программы профессиональной образовательной организации тоже реализуют, присвоен второй квалификационный уровень, а вот учителю, например, и преподавателю четвертый, а мастеру производственного обучения третий уровень квалификации, в то время как в профессиональном стандарте все это шестой уровень квалификации. С нашей точки зрения, поддержанный при широком профессионально-общественном обсуждении в процессе разработки профессиональных стандартов, уровень квалификации педагогических работников в меньшей мере зависит от сложности преподаваемой программы. Хотя надо сказать, что на сегодняшний день и программы дополнительного образования детей это отнюдь не обучение вязанию крючком прежде всего, а достаточно сложные порой программы. И становится абсолютно непонятным, почему выполнение этой деятельности отнесено ко второму уровню квалификации, к квалификационному уровню, извините, там такая терминология используется. Выполнение деятельности по организации учебно-производственного процесса к третьему, а по преподаванию к четвертому. Многие говорят о том, да преподаватель же живет на всем готовеньком, а мастеру-то ему надо все организовать, а педагогу доп. образования еще сложнее. Программа-то не обязательная, надо же еще и удержать вот этот контингент, как мы говорим на канцелярском языке. Таким образом, вы можете выбрать профстандарт, можете жить с профессиональными квалификационными группами, если они вас устраивают. Единственное, что невозможно сделать, а некоторые пытаются, одновременно использовать и профстандарт, и профессиональные квалификационные группы. Но, как вы видите, поскольку они несколько разную информацию о требованиях к квалификации выдают, их просто-напросто использовать невозможно. Далее. По трудовому кодексу, и многие говорят, у вас противоречие написано, вы только что написали, что заработная плата должна быть завязана на квалификацию работ, выполняемых работникам, а ниже пишите, что при этом надо учитывать и квалификацию работника. Ну, в общем, с одной стороны, это не совсем противоречие, а с другой стороны, это требование трудового кодекса, которое говорит о том, что если вы взяли очень-очень высококвалифицированного работника, но при этом поручили ему работы низкой квалификации, вы поступили очень неэффективно, кстати говоря, может быть при этом вы обеспечили высоченное качество реализации образовательных программ. Самый типичный пример, он касается не среднего профессионального образования, когда задаются вопросом, может ли профессор преподавать по программам бакалавриата, ведь там не указано в профстандарте возможное наименование должности профессор. На это ответ очень простой, не только может, но и должен, поскольку для студентов это выполняет серьезную мотивирующую роль, развивающую роль, но при этом, безусловно, с точки зрения эффективности, самым эффективным будет, если он работает только на программах подготовки кадров высшей квалификации. А истинно, вот в данном случае, она находится между этими двумя точками. По-видимому, в нагрузке профессора должна преобладать все-таки работа с аспирантами и в меньшей мере, но обязательно, должна включаться работа и по бакалаврским программам, и по магистрским, и по программам подготовки специалистов. При этом, обращаем внимание на статью 150. При выполнении работником работ различной квалификации, его труд должен оплачиваться, как работа более высокой квалификации. Это как раз к вопросу, помните, о комплексном обеде, либо о ресторане и выборе блюд. В части стимулирующих выплат, основой для определения показателей оценки эффективности деятельности, опять же, являются должностные обязанности, которые, как мы с вами договорились, удобно разрабатывать с учетом профессионального стандарта. Еще раз, вы можете разрабатывать их и на основе квалификационного справочника. Но квалификационный справочник – это несколько такое аморфное описание, и в свое время при разработке профессионального стандарта мы проводили эксперимент, в результатах которого, в общем-то, были уверены на входе, но было интересно. Мы брали описание должности учителя и преподавателя среднего профессионального образования, закрывали название должности и просили педагогических работников, руководителей образовательных организаций озаглавить соответствующий текст, ну, то есть сказать, какая должность описана. В результате, уважаемые коллеги, только очень внимательные читатели делали выбор правильно. И опорой в тексте про учителя были два слова. Один раз говорится школьника, школьники, и второй раз что-то тоже ученики или что-то такое. А у нас же с вами не школьники или не ученики, да? Если же давалась только характеристика преподавателя СПО, то педагогические работники массово опознавали в ней учителя, потому что там никаких намеков на реализуемые образовательные программы просто-напросто нет. И описание еще раз подчеркиваю, достаточно аморфное, в отличие от профессионального стандарта. При этом, уважаемые коллеги, когда мы говорим об эффективном контракте, безусловно, ключевыми элементами такого договора являются, с одной стороны, целевые показатели эффективности работы образовательной организации, и устанавливать критерии оценки деятельности ваших педагогических работников, очень важно с учетом целей и задач самой образовательной организации. И они являются во многом производными показателями критерий оценки качества и количества затраченного работника труда от вклада в целевые показатели эффективности работы образовательной организации. При этом эффективный контракт при его грамотном использовании действительно может работать на повышение ответственности работников за результаты труда, может работать на рациональную расстановку кадров и выполнение всех функций, которые в образовательной организации необходимо выполнять и может сделать заработную плату работника понятной и прозрачной для них. При этом часто задаваемый вопрос, вообще говоря, не имеющий отношения прямого к профессиональному стандарту, а кто же должен разработать вот эти показатели и критерии эффективности деятельности образовательной организации. Уважаемые коллеги, разработать их должен работодатель. При этом есть регионы, в которых их инициатива идет с регионального уровня, есть регионы, в которых это отдано на откуп образовательной организации. И в связи с этим, что необходимо сказать? Самое важное разрабатывать эти показатели и критерии оценки качества с участием самих педагогических работников. Если вы разработаете их в кулуарах ваших руководящих кабинетов, скорее всего, вы столкнетесь с вторжением. Если же участвуют в разработке сами педагогические работники, ну, во-первых, вы можете достаточно серьезно не просто учитывать их мнение, но посмотреть их глазами, усовершенствовать показатели и критерии оценки. И с другой стороны, такое вот коллективное участие и обсуждение и на педагогических советах, и с родителями показатели и критерии оценки, оно действительно будет работать на прозрачность и будет работать на понятность. И, наверное, если бы это всеми делалось, то на августовских совещаниях, которые проходили в Москве с участием руководства нашей страны, не возникла бы идея про то, что надо сделать стимулирующую часть меньше. В большинстве регионов, коллеги, она у нас и так не превышает 30% по большому счету. И когда говорят сделать ее меньше, у меня возникает вопрос, а не будет ли нивелирована роль вот этой стимулирующей части окончательно, если ее вес в заработной плате работника окажется незначительным. Что касается планирования и организации внедрения профессиональных стандартов. Безусловно, при разработке таких планов самый оптимальный вариант это вариант взаимодействия регионального уровня управления и уровня образовательной организации. При таком взаимодействии в каждом из регионов и в каждой образовательной организации очень важно определить объем внедрения и разложить его по годам. Определить объем внедрения необходимо с учетом того, что есть обязательное направление применения профессиональных стандартах и тогда в управлении кадрами обязательно использовать профстандарты в части определения требований к квалификации работников. А для этого надо сначала найти нужные профессиональные стандарты и если квалификация работников не соответствует, то обязательно спланировать мероприятие по приведению ее в соответствие. Вторая часть факультативная она связана с возможным применением профессиональных стандартов и в планировании потребностей в кадрах и в актуализации штатного расписания, и в разработке трудовых договоров, и системы оплаты труда, и организации дополнительного профессионального образования за пределами именно обеспечивающего соответствие квалификации и иными направлениями, о которых мы на сегодняшний день с вами уже говорили. И с нашей точки зрения по этим направлениям применение профессионального стандарта безусловно не является обязательным, но использовать его оказывается намного удобнее, чем использовать квалификационные характеристики.